Всем привет-привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery и с вами я Диана. Hello everyone, I am Diane, Color of Fantasy Art Gallery. И я хочу сказать всем спасибо, кто пишет мне комментарии, спасибо за просмотр моего канала. И извините за моё английское. Я пытаюсь говорить английское, но это не так хорошо для меня. Потому что моё язык в русском и армянском. И я уверен, что я не могу очень хорошо говорить английским. Но я думаю, что люди могут понимать, что я говорю. Теперь я буду говорить опять на двух языках. Кое-как на английском ломаном и на русском уж более-менее нормальным. Рада всех вас приветствовать на моём канале. И сегодня я хочу сказать вам, что мы не будем делать заливку, а я покажу вам что-то связанное с такими глиттерами. Вот видите, у нас у всех есть вот такие, везде продаются. Это глиттер, значит, да, разного цвета, разного, значит, ну во всех, разные баночки, бутылочки, всякое. Но это блёски, как у нас называют, да, блёск. Today I want to show not acrylic pouring, I want to show something with glitter in canvas, ok? I want to show how we can do the glitter in canvas. Значит, смотрите, что нам нужно будет. Во-первых, мы можем пользоваться вот такими холстами. Да, холст маленький, вы можете брать большой, маленький. Вот, можно пользоваться деревянным, МДФ, вот такой. Я купила вот этот вот готовый, видите, вот такой интересный готовый холст. Это я думала, что это просто, значит, просто вот эта вот МДФ-ка такая, просто, а здесь пусто. А оказалось, что нет, они его вот сделали, видите, я оторвала вот эту верхнюю часть и получила вот такое вот. Видите, я вчера оторвала всё это, тоже наклеено было что-то здесь. Но то, что оно уже готовое, здесь уже есть, вот можно сразу вешать, да. И тоже интересные такие, ну, как бы маленькие, можно на подарки там, я не знаю, кому-то подарить, что-то сделать. Вот, вот, attention. Вот, вот, today I want to show how мы can do the glittering canvas. Мы can use this canvas, мы can use like this. This one I buy from the home store. Uh, by like, how many dollars, like, maybe around five and a half dollar. Okay, and I remove this picture and I see the, uh, МДФ board. Okay, see the, um, ДФ board. I can use also for acrylic pour but I not like because here have like not very well and it's not okay for acrylic pour okay and but for the glitter today we are use the glitter I want to show how me use the glitter for this okay for the canvas maybe many people he understand how do that but today I want to show maybe somebody don't see and he can learn also from me so now I will show you how we are going to do it so now I will show you how to do it so now I will show you yesterday I did this work look at you see interesting if you can see it there well yeah it's not finished I just it's my first work I tried to do it something that's not what's happened in general in general in general in general I she also just didn't I want to cut it off like this is what I show that I showed you see what's happened here and now I'm on it to see how she looks okay and one of the dishes is just gonna look at it if I want to put epcanoxid I will just grow it if not it is a part of the other thing I did it see a lot of work I did earlier it's all она уже готовая уже глиттер не падает ничего все нормально и все окей видели очень красиво смотрится вот и сейчас я покажу вам как можно сделать это тоже мдф деревянная видите панелька такая что это как она мдф называется вот и сейчас я покажу как мы это будем делать мдук sewerless 1 и 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 6 и теперь для того чтобы здесь у нас помочь и я увидел, как это выглядит хорошо. После этого я делаю это и еще один. Это еще не готово, не готово. Так, дальше что? Что я делаю сегодня? Я сегодня нужна мат пач, для этого. Или акрилит, Клэр, семиглосс. Или вы можете использовать полуакрилит, Клэр, Клэр, Семиглосс. Это нормально. Может, вы не можете использовать, сейчас я покажу, как я делаю пивиоглю, как я делаю мат пач, как я использую для этого канваса. Так, значит, для нашей работы нам нужен будет вот такой мачпад, у кого есть модпоч, мачпад, в общем, что-то такого, типа это клей, модпоч называется, в общем. Или, если нет у вас, вы можете использовать вот такой, любой полуакрилит, семиглосс, или клэрглосс, акрилит, ну, любой полуакрилит. Вот. И если у вас нету, я вам покажу, как можно сделать вот такой мачпад в домашних условиях, из клея ПВА. Это клей ПВА. И мы можем сделать из него сейчас, мы сейчас сделаем из него вот такой мачпад. I do it now, мачпад from this glue ПВА. Смотрите, это у нас, значит, клей ПВА. я сюда вылила. Сейчас я это уберу. Я выливаю вот этот стакан большой. This is normal glue ПВА. Okay, PVI. Okay, one. Okay, two. Same I do pouring medium. Like two. I do it with one big glass. Okay. Два мы, значит, заливаем в этот большой стакан. Я делаю просто попробовать из, значит, из клея ПВА вот такой мачпад, который нам нужен. Так, эти я отложила. Сейчас. И в эти два, значит, получается, два вот таких маленьких стакана, любых стакана, которые вы будете пользоваться. Значит, это я пока пробую мало. Я добавляю в два, одну, один стакан воды. Вот. Я наливаю стакан воды и половину добавляю. Half. I do it half. And I try to see. Потому что это клей ПВА иногда бывает жидкий, иногда бывает густой. Поэтому, ну, как бы я бы не советовала весь сразу заливать. Вот. вот. Смотрим. Вот вам глю, пожалуйста. Вот вам и мачпад. Он такой же консистенции, как и, ну, я не знаю, я могу сюда, ну, не буду добавлять. Ладно. Он такой же, такой же вот, как и вот этот. Смотрите. Но, я могу сделать чуть больше воды. Видите, у меня этот клей был не такой густой, поэтому, вот. Нормально. Можно чуть-чуть еще добавить водички. Вот. Даже не нужно. Пол стакана воды на два у меня получилось мачпад. Хватит. Я не думаю, что больше. Все. Этого хватает. Все. Я это размешала. И вот у меня уже готовый. Видите? Вот он какой. Вот эти мы будем сейчас все клеить. Легко и просто. Вот. Вот. Есть клей ПВА очень густой. Это вот. У меня был такой клей. Я вам показывала до этого. Ну, они же разные клей бывают. Есть густой, есть жидкий. Поэтому, я не буду, значит, пользоваться. Сюда больше воды не добавлю. В общем. I'm doing only two glass PVA and half glass water. Okay. Now, вот minute. Значит, нам нужны вот такие глиттеры, как я и говорила. Minute the glitter. Okay. Any glitter, what you have in the home. Really, this is the good, good present. You can do it by your hand and you give for present for friends, for family, for anyone. Okay. Это очень интересные такие, хорошие подарки новогодние. Вы знаете, я поэтому вам и показываю. Это просто своими руками сделал. И очень интересно, и очень красиво. Дальше, что я делаю сейчас. вот эту, Вот эту я не буду, значит, убирать. Правильно? Я не убираю ее. Мы можем размешать вот так. Вот видите, я уже размешала. Разного цвета. This is different, different the glitter. You see. Вот. Как это сделать? Значит, это мы делаем, я могу и вам сейчас показать, как это делать. I want to show how we can do like this nice glitter. Okay? Because the glitter is not coming, not coming with the color, many colors. No? We can do this color by, by in the home, no need to buy like this color. Мы можем это сделать сами дома. В общем, это так долго я сейчас буду рассказывать, но я все-таки расскажу. Так. Дальше. Сейчас я вам покажу, где она. Вот она. Смотрите, как мы делаем. Я вам просто сейчас показываю, чтобы вы примерно уже знали. Берем вот такой пакетик. We are taking it like this bag. Okay? And see what we do. Okay. Here I have blue color. Okay. And here I have black. I don't want to use only black, because I want shining with the blue. Я хочу использовать черный и хочу использовать, значит, вот этот синий, чтобы они были смешаны. Ну, я могу и так насыпать. Вот смотрите. Ну, или если вам надо, я покажу как. Предположим. Значит, мы сыпем сюда 2 ложки, предположим, черного, да, или там 3 ложки черного. Вот. Если хотите, чтобы было темнее, пускай будет 3 ложки, там, 4. Это на ваше усмотрение. Да. И отсюда я уже добавляю, вот просто, я добавила слегка, может, одну ложку, да, я смешиваю. Вот. Я смешала это все. Окей? Потом я смотрю, черный с синим, но синего здесь мало, поэтому, а мне хочется чуть больше. Видите? И там уже будет, будет и черное, и синее. Вот смотрите, я добавляю еще. Но я сейчас вот сделаю побольше. Now I do it more, ok, for I show. Because I need this color now. Все. Я вот размешала, хорошо размешиваем. И вот наш глиттер уже готов. Видите? Сейчас я проверю, как он темный, светлый, или какой он тут у нас. И я уже вам покажу. Все. Окей. Вот. Смотрите, какой цвет мы уже сейчас имеем. Я вот так сделаю. Смотрите. Если вам видно там, видите? Синий, черный. Они уже смешались, и получится очень интересный цвет. Вот, например, сейчас мне кажется, здесь больше черного, поэтому я могу чуть-чуть еще больше добавить. Вы уже на глаз будете смотреть, как вам нравится. Хотите темнее, хотите светлее. и вот так можно несколько глиттеров, несколько видов смешивать. Все. Примерно я вам показала. Да? Мне кажется, что этого мало. Сейчас. This is not too much, but I can do more little, because I need this color now. I like it. Окей. Я все это уже вот смешиваю на глаз. Все, и на. в этом форме. Все. Короче, вот так. Все, я смешала хорошо. И вот уже готовый результат у нас. Все. Blue, with the... Blue, with the black. Холос. Вот. Вот такой цвет. Видите? Ну, сейчас я буду пробовать и показывать. Все. Окей. Now I have blue and black together. Окей. And I get the nice color. Окей. Now I show what I do. I am not wearing my glasses, because уже и так ногти у меня и не очень. Я не буду сегодня одевать эти перчатки, потому что мне удобно сейчас без перчаток. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы это размешали. Все, да? Значит, нам нужна или кисточка. Minute или like this something brush. Окей, for doing the match pad. Или вот такая кисточка. У кого какая есть. Так. Ну, давайте попробуем вот этой. Вот. Я просто промазываю. Вот, смотрите. Ну, даже воды можно было чуть еще меньше добавить. Вот честно. Потому что я вижу, что она жидковатая. А можно было чуть погуще сделать. Вот. Она жидкая. I can keep it water little, not more. Because I see now here more water. But I do have glass, no? Like, this one we can do by glue, by glue, PVA, или match pad, okay? This is, I can try also match pad. This one more. Это, видите, гуще. Much pad little, little more. This is watery. It must be I make it more glue. Because my glue very water. Надо еще добавить, короче, туда. Потому что он жидкий. Окей. В общем, сейчас я добавлю туда еще и вам покажу. Пока я вот даю вам вот, показываю вот это. Смотрите. Вот мы сделали так. Окей. Дальше, смотрите. У меня есть вот такой вот, вот у всех, ну вот у вас есть газетка или еще что-то. Так удобно на бумажку. Вот мы ставим на бумажку, да? И начинаем сыпать вот этот глиттер. Прям побольше. Вот раз, 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 чтобы все хватило у нас. Ну, кто-то может просто с баночки, кто-то вот так. Ну, кому как удобно, короче. Вот. Мы делаем вот этот глиттер. Прям побольше. Видите? Чтобы весь холст у нас был вот такой, весь в глиттере. Все. Now I try, because this matchpad not ok, must be I keep it more glue. I can keep it half glue more. Я вот добавлю в matchpad еще стакан. Получится три стакана на полстакана у меня, потому что у меня очень жидкий клей. My glue very watery. Так. Ну вот. В общем. Вот мы насыпали и вот так мы стряхиваем. Смотрите. Вот. Нам не надо трогать ее руками, а просто вот мы стряхнули и все. Видели? Все. Вот. Вот. Это вот. Мы сейчас вот это оставим. Дадим подсохнуть минут тридцать. И потом снова, значит, заново начнем делать еще один код. Я вам покажу. This is now I keep it separate for at least like 20 minutes like to dry. And after I show how me do another one. Вот это вот то, что у нас осталось, значит, вот легко и просто, как, ну это, наверное, все знают, это я тут тут сижу показываю что-то, ну, наверное, надо показывать. Вот. 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 Сейчас засыпаем вот сюда. Вот. И у нас опять, ничего мы не потеряли, у нас опять есть вот это вот, значит, такая интересная штукенция. Видите? Вот. Так, хорошо. подсохла, потому что я быстро же, я же тороплюсь, чтобы вам показать. Вот. Вот. Мы убрали, значит, вот эти лишние блестки. Теперь мы делаем так. Обратно. Берем, значит, наш вот этот матчпад и начинаем заново красить. Вот. И вот так закрашиваем все. Закрашиваем, имеется ввиду, вот этим клеем ПВА, в общем, матчпад. Все вот так промазывайте, чтобы было потом, чтобы когда засыпали мы, и оно все заклеилось. Старайтесь, чтобы не оставались места. Вы должны делать все хорошо. Вот матчпад. А вот домашний матчпад. Окей. Я пытаюсь говорить английский. Окей. Видите? Вот так. Вот. Мы закрасили. Теперь заново мы будем насыпать вот этот наш блеск. Это уже второй раз мы это сделали, да? Смотрите, сейчас я что-то другое тут насыпаю. Наверное, да. Вот. Наш блеск вот этот был. Этот с зеленым. This is the green. This is the blue. Вот black. Окей. Опрядь мы начинаем вот так сыпать. Вот. Опять я обильно все насыпала. Ну, можем немножко только просто прижать. У меня ногти, конечно, уже после моих этих ни один салон не выдерживать. Все. Здесь one two time. Уже второй раз. Вот. Видели? Вот. Уже покрылось больше. Вот. Видели? Уже больше покрылось. Уже не видно вот этих белых. Так. Опять даем подсохнуть. Это уже второй раз. Даем подсохнуть опять минут 15-20, смотря у кого, когда оно высохнет. И потом еще раз начнем делать вот так, то же самое, то, что я сейчас сделала. И так вот мы делаем это. Значит, вот сейчас уже второй раз. Мы еще сделаем третий раз, завершающий. Вот. Вот так несколько слоев. This one I do two time. And I need to do one more time when he dry. And after, like I show how I am finished the my, how I finish this piece. Я потом покажу, как это все мы потом уже будем делать. Сейчас я еще раз сделаю и там уже покажу. Так. Ну вот. Три код. Три раза я уже сделала. This is three kod. Okay. And little dry. Now I want to do something like, I want to show how I do the some painting, like some pictures. Я сейчас покажу, как из вот таких стенсилов я буду делать что-нибудь интересное тут. Вот. Ну, например, вот у меня есть дерево. Да? Сейчас я посмотрю. Дальше. Сейчас я принесу еще один. У меня есть вот такой стенсил. I have three and I have like this stencil. Okay. Like this. Now I try to do something. Так. И теперь смотрите. Вот это вот все я буду покрывать полуакрилик. Уже я не буду клеем покрывать. Это уже, ну, как бы я так, я так уже поняла, что клеем, когда покрываешь, он немножко по-другому смотрится. А когда вот полуакрилик, он дает сразу и блеск, и лак, и вообще все. Вот мне, конечно, лучше бы взять, наверное, клеер. Вот, наверное, я возьму вот этот вот. Клеер полуакрилик. Так. Ну, вот он. Клеер глосс написано. И вот из этого я сейчас буду делать. Сейчас я немножко сюда отолью. Так. Где у меня ложка? Вот. I do it. Вот. Клеер глосс полуакрилик. Так. Вот я сюда, значит, слила. Окей. Уже нонит. Так. Смотрите теперь. Значит, три код мы сделали. Три раза. Теперь я буду покрывать вот не мачпад, а именно вот этим вот полуакриликом. Вот я ставлю стенсил. I keep it my stencil. Ну, постараюсь, чтобы она была поровнее, конечно. Как-то вот так. Все. Вот. This ok. Now I start to do. Вот. Все. Я вот это промазала. Так. Все. Промазываем. Так, так, так. Сейчас посмотрим. сделаю я вот этим цветом зеленым давайте я рукой вот так чтобы много не делать так вот я насыплю стараюсь сделать так чтобы не пошло на синий цвет айду до грин колор 3 собаки мои бегают там так ну вот айду ол ол в даглиттер окей и третий миг это ол лаги окей но здесь немножко плохо приклеилось так ладно теперь я это убираю вот получилось то что я и хотел ok здесь из до 3 вот а и вот так теперь этот стенсил я убираю да его надо сразу помыть чтобы он не просох москва клинка до вода дырекфорд но дырекфорд кем-то Добавляйте кипятую воду. так чтобы она не просохла я сразу вот промыла теперь дальше что мы делаем зеленый нам уже не нужен тут теперь смотрите у меня есть два дерева здесь конечно немножко неважно получилось ну ладно ничего страшного потому что это потом подсохнет и будет нормально теперь что я делаю теперь у меня есть вот такие станции вот смотрите здесь у меня есть луна вот здесь я могу поставить луну например так что-то я уже запуталась чё к чему у меня тут ладно вот этой так вот у нас есть луна сейчас значит здесь я буду делать такую луну так луна пусть у нас будет серебряный кто думал что диана будет делать вот такие вот такие вот картины вот но никто не думал бы наверное я бы сама не поверила если бы мне сказали так ну вот ура что-то у меня получилось теперь 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 мы это протрем вот так это уже не нужно потом я промою так видели как красиво получается здесь вот можно еще раз потом стенсил поставить еще раз сделать вот это дерево интересно пусть веточки будут больше так а теперь у меня здесь есть такой вот волк смотрите интересный да так давайте посмотрим поставим сюда волка то что я знаю вам там не видно но я промазываю вот этого волка полуакриликом а яду полуакрилик так и его я буду делать наверно этим тером таким тером я это сделал так вау 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 получилось теперь он подсохнет и будет прям красавчик у меня о вот так у меня получилось вот так вы можете делать разные разные Вы можете сделать любую картинку с стенсилом. Стенсил и глиттер. Вот такие вот красивые картины можно сделать. Все, вот я это сделала, попробовала. Посмотрим, как подсохнет. И еще больше я сделала. Вот так вот. Вы можете сделать на холсте, на большом или на маленьком. Как хотите. Вот подарочки на Новый год своими руками тоже очень интересно. Все. А теперь всем пока-пока. До новых встреч. До новых заливок. Вот. Спасибо всем, кто смотрит. Спасибо за подписки ваши, за ваши комментарии. Всегда рада отвечать. Пишите. Я очень-очень вас всех люблю. Всем пока-пока. Спасибо за тех, кто пишет мне комментарии. И спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотры. И на твои комментарии. Каждое время я рассказываю, с английским. Но мои языки нет. Окей. Спасибо. И увидимся в следующем поре, или как-то этот сам design. Пока-пока. Пока. Продолжение следует.